Здравствуйте! Сегодня в программе наши тесты. Модель М2 марки Бриллианс, которую сами китайцы называют чудом. Наша задача выяснить, ставить ли около слова чудо кавычки. Сами китайцы, которые делают автомобили Бриллианс, позиционируют их как автомобили качественные для счастливой жизни. По крайней мере, именно эта фраза стоит в рекламных буклетах. При этом они подчеркивают, что именно на их машины должен равняться не только весь китайский автопром, но и в принципе все те, кто хочет делать автомобили качественные, но очень доступные. При этом, говорят они, мы делаем самый самобытный китайский автомобиль, потому что в отличие от других товарищей по цеху, мы практически ничего не заимствуем. Глядя на переднюю часть этого автомобиля, особенно на его фары, которые недвусмысленно напоминают BMW, поверить в это на все 100% сложно. А вот что касается всего остального, дизайна и начинки, то надо признать, что весь багаж, весь опыт мирового автопрома китайцами воспринят и творчески переосмыслен. Впрочем, давайте подойдем, посмотрим на это дело поближе. Взять хотя бы моторы. На модель М2 ставятся четыре типа двигателей. 1.6, 1.8, 2 литра и 1.8 турбо. Это венец гаммы, самый мощный мотор, такой, который стоит у нас вот здесь, на той машине, которую мы взяли на тест. При этом моторы нетурбированные плоть от плоть японские, Mitsubishi. Правда, сделанные китайцами, творчески, так сказать, переосмысленные, переработанные. А вот что касается моторов 1.8T, то эти моторы сделаны совместно с немцами. Причем, если вы обратите внимание на шрифт, в котором написаны цифры 1.8T, Volkswagen-овский шрифт, не стоит думать, что это плоть от плоти Volkswagen. Это свой мотор. Опять же, двигатели эти делаются в Китае. Коробка передач автоматическая. Это коробка передач Mitsubishi. Японская коробка, импортированная. А вот все остальное от и до сделано в Китае. По лицензиям, либо собственной разработке. Но это все made in China. Хорошо это или плохо, это уж другой вопрос. Но, в принципе, перед нами пример попытки интегрироваться в мировое автомобильное сообщество. И китайцы не скрывают это, наоборот, всячески подчеркивают. Они подчеркивают то, что дизайн автомобиля разрабатывался по заданию компании Brilliance небезызвестным ателье Ital Design. А ходовые качества машины дорабатывались при помощи специалистов тоже небезызвестной компании Porsche. Зачем такие сложности? Зачем такие изыски? Ведь китайский, например, и российский тоже рынок может переваривать куда более грубую пищу. Однако амбиции китайцев простираются гораздо дальше. И вот для того, чтобы лучше понять, что это за продукт и что это за автомобиль, на котором сегодня будем ездить, давайте немножко отвлечемся, потериотизируем и обратим внимание на методы, которыми китайцы пытаются свои амбиции реализовать. А амбиции китайцев простираются гораздо дальше Великой Китайской Стены и Большого Северного Соседа. Они тренируются на нас, как на кошках, но их взгляды устремлены в Европу. Именно там они надеются продавать свои машины, ибо не видят лучшей рекламы своей продукции на местном рынке, чем спрос избалованных европейцев. Да и там в Европе навести шорох можно, прежде всего низкими ценами. И европейцы скоро будут осчастливлены. У китайцев собственные представления о красоте и празднике, отличные от наших. И подобные произведения флористики у нас вызывают совсем иные, нежели чем у них ассоциации. Но, похоже, ассоциации эти несколько устарели. Сегодня они уже несколько неактуальны. После того, как европейцы завернули первую партию автомобилей Brilliance, поскольку они не соответствовали требованиям безопасности, китайцы переработали полностью кузов машины. По словам представителей компании, автомобиль прошел европейский крэш-тест и получил три звезды по нормам Euro NCEP. Это не густо, конечно, но троечка – это тоже проходной балл. Причем полновесный, полноценный проходной балл. И сегодня, в день нашего присутствия на Brilliance Auto, первые 273 автомобиля отправляются для официальной продажи в Германию. Однако остается открытым вопрос, а откуда взялись эти три звезды? И был ли повторный крэш-тест после внесения доработок в конструкцию? Выясняется, что звезды теоретически. Мы провели два испытания нашего автомобиля по методике Euro NCEP. Из пяти звезд, а это максимальный показатель, мы получили три. Замечу, что это довольно высокий показатель китайского автомобиля. По результатам теста можно сделать вывод, что эта китайская машина на сегодняшний день – одна из самых безопасных. В прошлом году мы проводили крэш-тесты и делали замеры по 50 пунктам. Провели подробный анализ полученной информации и внесли изменения. Все это и позволило получить три звезды из пяти возможных по методике Euro NCEP. Причем мы считаем, что нет необходимости проводить повторные испытания. Любой автомобиль, сходящий с конвейера, соответствует требованиям безопасности. Мы уверены, что любой серийный автомобиль в случае независимых испытаний получит аналогичную оценку. На самом деле били Бриллинс и у нас, в лаборатории пассивной безопасности Дмитровского полигона. И результат был тоже не фонтан. Однако там тоже была та дореформенная машина, которая продавалась на нашем рынке, но большой популярностью не пользовалась. Насколько сейчас Бриллинс соответствует европейским стандартам и была ли эффективна работа над ошибками? Есть основания полагать, что во всяком случае работа эта была проведена и усилия китайцев не были тщетны. Бриллинс действительно работает с иностранными специалистами и не на уровне клонирования или «сделайте нам дизайн, остальное мы сделаем сами». Нет. Китайцы из Бриллинс учатся делать автомобиль от и до и учатся усердно. Мы разрабатываем модели совместно с компанией «Тойота». Это микроавтобусы и легковые автомобили. Также мы сотрудничаем с известными дизайнерскими ателье, такими как «Эталдизайн», «Пененфорина», «Порше» и «БМВ». Основываясь на опыте этих компаний, разрабатываем конструкцию кузова и шасси. Если говорить подробнее, то работа идет в двух направлениях. Сначала при разработке модели мы посылаем наших специалистов в Европу для обучения. После этого мы создаем продукт, основываясь в том числе и на полученном при таком обучении опыте. А затем приглашаем иностранных специалистов для детального мониторинга предсерийной продукции. Да, мы многому научились у западных коллег, но идем своим путем. А для улучшения качества нашей продукции при производстве мы пользуемся системой контроля качества, разработанной компанией «БМВ». Однако без прямого копирования пока не обходится. Правда, хорошо, что копируется не только форма, но и содержание, прежде всего технология. Другой разговор, насколько успешно. Конечно же, мы смотрим на то, как делаются европейские автомобили. Поэтому наш продукт в чем-то похож. Но мы не копируем и не подражаем уже вышедшим на рынок европейским моделям. Стараемся самостоятельно открывать новые грани и подходы. Именно поэтому, если взять любую нашу модель или одну из ее деталей, вы увидите, что все узлы и агрегаты мы разрабатывали самостоятельно. «Бриллианс» не делает копий. Сборка «Бриллиансов» и «БМВ» идет на параллельных нитках. Силами одних и тех же людей. Но вот комплектующие разные. Разная даже сталь. На китайские машины идет лишь 10% немецкой стали. Все остальное свое. А на «БМВ» до 50% металла из немецких поставок. Но вот немцы из отдела технического контроля были замечены нами и на китайском конвейере. Не мудрено. Ведь первое проникновение на немецкий рынок уже состоялось. И люди, которые начинают торговать китайскими машинами в Европе, смотрят на это дело с оптимизмом и с долей здорового цинизма. Давайте не будем вдаваться в полемику про форму светооптики. Если выглядит хорошо и окружающим нравится, о чем еще можно говорить? Например, если посмотреть на бэдж, увидите нечто похожее. К слову, когда я ездил на этой машине по Европе, меня частенько спрашивали на заправках. «Ой, это случайно не новый японский бренд?» И все очень интересуются, разглядывают машину. Тут-то я и говорил, что эта машина из Китая. И знаете что? Это никого не отпугнуло. Наоборот, интерес становился еще больше. Конечно, продавать такие автомобили непросто. Часто покупатели слепо гонятся за тем или иным раскрученным брендом. Против этого ничего не попишешь. Но у нас для борьбы за покупателей есть несколько козырей. Первый – невысокая цена. Второй – за эти деньги вы получаете много автомобиля и опций. Поэтому те покупатели, которым не особо важна марка автомобиля, будут покупать наш продукт. За разумные деньги они получают качественный, хорошо управляемый и довольно вместительный автомобиль. И, конечно же, множество необходимых опций. Сейчас мы стараемся занять, по сути, пустующую в Европе нишу. За последние 15 лет европейские автомобили становятся все больше и дороже. Поэтому и образовался некий вакуум. И мы его заполнили. У нас есть понимание того, каким должен быть автомобиль в этом ценовом сегменте. А это, поверьте, немало. Так что, несмотря на все проблемы, которые возникнут у нас, а это в первую очередь неизвестный широкому кругу бренд, мы начинаем продажи автомобилей в Европе. У нас уже есть несколько дилеров в европейских странах. Скоро будут открыты новые центры. Мы понимаем, что «Бриллиантс» — это новый для Европы бренд, поэтому потребуется время на раскрутку. Так, в этом году мы планируем реализовать 2000 машин, а в следующем поднимем эту планку до 3000 единиц. Прижимистость европейцев, особенно небогатых, известных. Однако, насколько они готовы идти на рискованные шаги? Отказываться от привычек в виде гарантированных ощущений от «Тойоты», «Хюндая», «Опеля» или «Форда». А недорогих японцев и европейцев на «Бриллинсе» тоже почитают за конкурентов. Насколько они готовы идти ради выгоды в пару тысяч евро? О ценовой политике чуть позже, во второй части нашей программы, мы приведем точные цифры. Но самое главное, мы попробуем прикинуть, насколько действительно это радикальный шаг приобретения «Бриллинс». Причем посмотрим на это дело не глазами избалованного европейца, а нашим не столь требовательным, возможно, и многое прощающим взглядом. И это будет вдвойне интересно. Ведь «Бриллинс» как-никак позиционируется как воплощение всего самого передового, что есть в китайском автопроме. Все это во второй части нашей программы. Продолжение следует...